Вельми добрый настрой, вельми добрые эмоции, потому что это такое великое свято, и оно обед новое у всех помеж собой. Сейчас я испытываю те же эмоции, что испытывала в детстве, и жду это свято с великим оттенением. В костеле непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии несколько десятков прихожан. Главное рождественское месо проходит в ночь с 24 на 25 декабря. Утром следующего дня уже принято поздравлять друг друга с приходом Спасителя на эту землю. В костеле верующие целыми семьями. В молитвах вспоминают события, предшествующие рождению Христа. Звучат песни. Вельми так важно для нас означать гэтое свято. Бо сёння народился сбавцы света. Это свято вельми такое семейное, такое тёплое, коли уся семья сбирается разом, коли при вигелийном святочном столе один одному складают наилепшие пожадания. Всего в Беларуси более полутора миллионов католиков. В праздник люди приходят помолиться за здоровье своих близких и родных. Костел открыт для каждого человека. Также установлены рождественские вертепы. Фигурка младенца в нём появилась в полночь. Христос родился. На землю спустилось Божье чудо. Усе мы сегодня поклонились новонародженному Христу. Усе мы сегодня черпаем скраницей Его милосердности и любови. Поздравляю всех с Рождеством Христа. Рождество – время, когда нужно простить все обиды, загадать желание на следующий год, а всё плохое оставить в уходящем. Праздник продолжится ближайшие восемь дней. Мы будем памятать про Божию любовь, про то, якой дорогой ценой мы были откуплены. И так само пожедать усим жихарам Бабруйска добрых, радостных святых. Счастливого Нового Года и нашим братам православным так само скончить Рождественский пост, час приготовления до приходу Пана и улучшенности с усими христианами, с усим христианским светом. Будем святковать Божие народжение. Максим Кемель, Андрей Богдан. Итоги недели.